В Чувашии завершился прием заявок на участие в федеральной программе «Комфортная городская среда по благоустройству территорий». Сейчас разрабатывают дизайн-проекты. Что нужно сделать, чтобы они были одобрены и получили финансовую поддержку? Эти и другие вопросы обсудили на пресс-конференции главного архитектора Чувашии Александра Шевлягина. На формирование комфортной городской среды республика в этом году получила 265 миллионов рублей. Все проекты и эскизы благоустройств будут проверять специалисты. Мера вынужденная. Качеству проекта в прошлом году было немало упреков. Вот лишь один пример. Вот они взяли ударение, сделали, вот голубеньким выделили, это проезд. А все, что рядом, около проезда, ни дорожек нет пешеходных к подъездам. То есть опять это будем ходить по проездам. Зимой это все будет завалено снегом. 62 муниципалитета. Именно столько поселений вошли в программу в этом году. Сейчас 68 эскизов проверяют на соответствие определенным нормам. 19 уже согласовано. Ключевую проблему обозначил главный архитектор. То есть до сих пор пользуются той программой, которая была в прошлом году. То есть был определен минимальный перечень этих, то есть замена освещения, замена проездов, там замена малых архитектурных форм. Но, скажем так, эта программа далека от создания комфортной среды. Получается, то есть они просто ремонтируют то, что пришло в негодность. А сама среда как бы не создается. В районах республики приведут в порядок 27 дворов. Адреса уже известны. Это Шумерля, Канаж, Алатари, Марпасад, Батырево, Козловка и Цивильск. Прошлогодние ошибки обещают учесть. Скажем так, есть спортивная площадка рядом, футбольная площадка, мини-футбол. И тут же размещается детская площадка для, скажем так, среднего и младшего возраста. Вокруг футбольного поля нет ограждения. Ну как, вот дети бегают, то есть не дети, а подростки там или кто-то гоняет футбол. Этим мечом можно элементарно ребенка там, полутора-двухлетнего, ну, снести с любого игрового элемента, причинить ему довольно-таки ощутимый ущерб здоровью. В настоящее время в Чебоксарах определен перечень из 18 общественных пространств. Три из них, которые наберут наибольшее число голосов и будут благоустроены. Скверы и парки, попавшие в заветный список, приведут в порядок, разработают особый ландшафтный дизайн и оборудуют малыми формами. В минувшем году в столице республики удалось обустроить 25 дворов. Однако сейчас уже ясно, что без софинансирования не обойтись. Дворы, если только городской бюджет найдет средства. На сегодняшний момент, пока денег на все не хватает, надо, во-первых, разбудить в людях потребность, чтобы они тоже участвовали в этом. Не только людей, но еще коммерческие структуры подтягивать надо, которые как раз будут работать на этот объект, допустим, на парк, на сквер, еще что-то. В Минстрое обещают усилить контроль за исполнением проектов. Рейтинговые голосования за уже готовые дизайн-проекты в Чебоксарах пройдет 18 марта одновременно с выборами президента. Ну а после они уже смогут претендовать на получение средств федеральной программы. Рифат Фадкулин от Неркорсаков, Республика.